Приветствую вас. Вы знаете, прослушал ваш вопрос, я Иван. Почему-то мне не знакомо ваше имя, Иван Настеров. Вот, не знаю, я с вами отвечал на какой-то ваш вопрос, сречение точно я вас не консультировал, но на вопрос какой-то, мне кажется, я отвечал. Вы знаете, мне вот честно показалось, что вы оба очень такие вот незрелые личности, несмотря на то, что вы старше, а она младше, но есть ощущение, что вы оба очень-очень незрелые личности. Вы оба ведете себя как дети, то есть это с одной стороны вы, который живет с родителями и который не уверен в своих силах по переезду в Москву. Вот, хотя, именно мужчине, именно мужчине легче переехать куда-то, потому что мужчина кочевник, а женщине сложнее это сделать, потому что она все-таки была такая судла. Вот, с одной стороны вы, и с другой стороны, то есть явно чувствует привязка к родителям и так далее, вот, и с другой стороны она, которая также ведет такой достаточно зазворнический образ жизни, закрытый образ жизни, вот, достаточно пассивно, вот, тоже зависит от мамы, и, соответственно, так не сомневается в своих силах. И, вот, если обычно минус на минус, как бы дает плюс, то здесь ситуация не такая, потому что у нее есть элемент здорового, может быть, эгоизма, ну, здесь, наверное, не совсем здорового, но, тем не менее, а у вас есть, опять же, привязанность и сверху сверхзначенность, девочки, для вас. Вот. Понимаете, вот этот момент, момент, что вы оба незрелые личности, он, в принципе, является ключевым. То есть, здесь особо не важно, прав кто-то или не прав. То есть, вы ищете правых и виноватых, это так не работает. То есть, не работает это таким образом, что есть кто-то прав, а есть кто-то не прав. Мир, это не черный и белый мир, он все-таки состоит больше из полимеров. Поэтому, я бы сказал, что вы здесь свой подход, ну, тоже проявляет не совсем зрелый. Вы говорите, права, не права, моя девочка, она не только права, она выращает вам свои страхи, она боится, что вы ее бросите, она боится, что вы найдете себе кого-то еще. Она завидует вам, вероятно, по поводу того, что вы можете куда-то ходить, она этого не может. Она, быть может, чувствует, она чувствует, что вы больше можете, чем она. И это ее точно задевает. Смотрите, ну, во-первых, мне не очень, вот вы говорите, что у вас одинаковые мысли одновременно, это, конечно, не очень хорошо, но, если честно говоря, это отдает некой такой мистикой больше. Поэтому, я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на то, что вы познакомились в интернете, посвященный, как и посвященным, на ресурсе, посвященном магии. Вот у вас есть какой-то, какой-то такой элемент, возможно, иррационального, мистического мышления. Вот. Что, безусловно, осложняет ситуацию, потому что вы верите в то, что у вас возникают одинаковые мысли, вы верите в эту историю. Вот. Не то, чтобы это было прямо плохо, но это в вашем случае, в случае, что вы в себе не уверены, и в случае, что у вас есть явные проблемы с самооценкой, потому что вы, ну, явно, как бы, не заботитесь о своих интересах, а если заботитесь, то делаете это, на мой взгляд, не очень уверенно. Ну, вот. Вот эта вот совокупность, она, конечно, может существенно усложнять ситуацию вашу. То есть, обратите внимание, что началось у вас все с идеализации. То есть, вы идеализировали девочку, ну, просто потому что вы познакомились с ней в интернете. А она же, вполне возможно, также идеализировала вас. И тем сильнее сейчас идет обратный, обратное действие, действие деидеализации. То есть, хочется спросить, что между вами есть реально общего? Развиваетесь ли вы? Двигаетесь ли вы куда-то? Есть ли какой-то фундамент у ваших отношений? Это первое. Второе. Вы говорите, что вы ведете себя как подросток, как мальчик, а вы хотите вести себя как мужчина. В таком случае вам необходимо сепарироваться от родителей. То есть, это в первую очередь, что нужно сделать. Рассмотреть возможность сепарироваться от родителей. То есть, жить отдельно. Отдельно себя обеспечивать. Вот, и так далее. То есть, может быть, вы себя и обеспечиваете, но отдельно от родителей вы не живете. Если вы хотите почувствовать себя взрослым, если вы хотите стать самостоятельным, то первое, что вам нужно, это сепарироваться от родителей. Потому что, пока вы живете с родителями, вы будете чувствовать себя мальчиком, вы будете чувствовать себя ребенком. Ну, просто потому, что по-другому вообще невозможно. Просто невозможно. Потому что, ну, как бы, именно само существование с родителями, оно означает, что вы чувствуете себя ребенком. Это нормальная абсолютно история. Ну, вот. И здесь, соответственно, по-другому быть не могло никак. Следующий момент, это самооценка. То есть, как бы, я вот в вашем рассказе увидел явное принижение себя, явное обесценивание себя. Например, когда вы, ну, по сути, допустим, вы этого не сказали прямо, но мне показалось, что вы именно извинялись перед девушкой за то, что гуляли. То есть, вы чувствовали себя виноватом. Вообще, мне кажется, что это такое достаточно частое и привычное для вас чувство, чувство вины перед кем-либо. Вот. Поэтому мне думается, что вот чувство вины, которое является следствием проблем разграничения ответственности, то есть, вы не разграничиваете свою ответственность и ответственность другого человека. На этот момент тоже нужно обратить внимание. То есть, самооценка, забота о своих интересах, продвижение своих интересов, отстаивание своих интересов, ну, как бы презентация этого без обвинения. Да, то есть, не говорить такими терминами, что, типа, вот, я прав в том, что хочу этого, допустим, а ты, там, не права, что ты, ты, там, к примеру, не знаю, не позволяешь мне этого, да. Вот. То есть, а именно, просто говорит о том, что я этого хочу, я делаю то, что хочу. Вот. Потому что, если сейчас девочка ваша ведет себя как эстероид, то есть, она требует активного внимания, при том, что, судя по тому, что вы описываете, ваше общество, оно не ценит в той степени, в какой, ну, это было бы нормой. Ну, и это происходит отчасти, потому что вы себя так позиционируете. То есть, она, возможно, уверена, что вы от нее никуда не денете, с одной стороны, но с другой стороны, она также достаточно сильно боится того, что может вас потерять. Так же, ваша самооценка, она сказывается и в том, что вы живете в Хабаровске, она живет в Москве, и это достаточно удаленные друг от друга города, и когда вы к ней приезжаете, вы подчиняетесь некоторым смыслам ее условиям. Ну, то есть, а вы живете в гостинице за свои деньги, если вот, как бы, ну, такая история, ну, в первое время, может быть, это было бы неплохо, но, вот, как бы, на второй-третий год, с учетом того, что гостиница в Москве стоит недешево, я уверен, и с учетом того, что дорога из Хабаровска в Москву тоже стоит недешево. Ну, мне кажется, что здесь, опять же, ваша самооценка проявляется, низкая самооценка проявляется именно в том, что вы не отстаиваете свои интересы в этом смысле. То есть, вы не идете на сближение, вы, как бы сказать, ступоритесь перед ее мамой, которая не разрешает принимать гостей, когда она дома, но ведь вы в некоторой степени не гости, вы в некоторой степени мужчина и ее дочери. И тут, как бы, абсолютно, абсолютно особые условия должны быть, но вы с этим миритесь и, соответственно, отношения ваши не развиваются. То есть, тут вот такой момент. Очень важный момент, то, что вы не уверены в своих силах, то, что вы боитесь, что не сможете обеспечить себя и ее. Я бы здесь, наверное, сказал бы так. Я бы здесь, наверное, сказал бы так, что вы не производите впечатления человека, который, ну, уверенно идет по жизни, скажем так. Человек, у которого есть цель, человек, у которого есть какое-то вот видение себя, да, какие-то ориентиры, вне зависимости от того, будет ли он там, допустим, с девушкой или не будет. Вот. Это, на самом деле, очень, тоже, на мой взгляд, важный момент, потому что это заставляет тело вашей неуверенности в себе. То есть, вы именно поэтому в себе не уверены, собственно, что у вас нет глобальной цели, глобального какого-то ориентира. Вот. Дальше. Вы пишите, что у меня нет друзей, девочка стала мне роднее, чем, эм, так, значит, роднее, чем родители, и в ней я чувствую родного человека. Как вам сказать, понятие родственности и тему родственности я, наверное, вообще запрагивать не буду, потому что бесполезно, на мой взгляд, это дело. Вот. Ну, никакого в этом смысла, на самом деле, нет. Вот. По моему мнению, что с темы родства я запрагивать не буду, касаться темы родства я не буду. Но то, что у вас нет друзей, говорит о наличии определенных проблем ваших личностей. Я не знаю, каких. Может быть, у вас есть определенные комплексы. Может быть, вы просто, например, сомневаетесь в себе. Вот. Может быть, здесь есть еще какой-то фактор, который здесь не учитывается. Может быть, у вас родители строгие, и вы себя вот как-то ограничиваете, подавляете постоянно, да. Вот. Но с этим нужно работать, с этим нужно работать. Мне кажется, что вы такой человек, да, у которого достаточно много эмоций, но вы склонны их как-то вот подавлять. Вы склонны их как-то зажимать, контролировать. То есть вы не искренне. И вы получили возможность вот с девочкой, вот со своей девочкой быть искренним. Именно поэтому она вам так ценна, возможно. Потому что вы получили возможность быть искренним с кем-то. Вы получили возможность быть с кем-то, кто воспринимает вас, возможно, таким, какой вы есть, возможно, впервые. Но правда заключается в том, правда заключается в том, что получается, что девочка чересчур значима для вас. Получается. А это я бы не сказал, что хорошо. То есть я не сказал бы, что это здорово, что девочка для вас чересчур значима, потому что это отношение мешает. И друзья человеку необходимы. Как необходим человеку и глобальный смысл. Поэтому, может быть, может быть, то, что с вами сейчас происходит, может быть свидетельство того, что вам необходимо расти и развиваться. То есть сепарироваться от родителей, искать свой собственный жизненный смысл и жизненную цель глобальную, которой вы будете заниматься. Возможно разбираться со своими, ну, со своей неуверенностью в себе, которая имеет место быть возможно. Вот и так далее. Для чего это все? Зачем это все? Чтобы, чтобы стать более зрелым человеком. И чтобы иметь возможность быть в отношениях. Потому что ваша девушка человек достаточно инвантильный. И если вы ступите с ней в отношениях сейчас, то ее требования, ее истерики будут только увеличиваться. И вы либо будете себя постоянно винить, либо вы будете и пытаться требовать, пытаться соответствовать ее требованиям. Вот. Либо вы просто-напросто разойдете, все это будет для вас достаточно травматично. Вот. А мы все уже сейчас. Я уверен, вы недостаточно искренне с ней, да и с собой. Мне почему-то кажется, что вы не совсем искренне. Вот. А без этого отношения построить невозможно. Без искренности, без, ну, без открытости. Вот. Невозможно построить нормальные, живые отношения. Жизнеспособные. Вот. Поэтому, с учетом того, что вы сказали, можно сделать такое предположение, что мы уже зависимы от нее. Вот. Вот вы говорите, что она стала моим единственным другом. Ну. Понимаете? Девочка не может быть другом. Я не исключаю от того факта, что мужчина и женщина могут дружить. Я не исключаю от того факта, что мужчина и женщина могут дружить, находясь в отношениях. Но. Мужина и женщина не могут быть единственными друзьями друг для друга. Это слишком большая ответственность, слишком большой груз, слишком большой, слишком большое значение. Ну. Как бы. Друг для друга вы приобретаете. И я полагаю, что девушка, если вы ее любите, она не достойна того, чтобы вы ждали от нее столь много. Вот. Поэтому, я думаю, что на ваш вопрос, ну нет, ну нет, это так. С точки зрения профессиональной психотерапии. Вот. Эм. Если касается мужского поведения, то здесь, опять же, вопрос достаточно деликатный. Эм. Мышку. Нет какого-то. Отдельного, да. Эм. Стереотипа. Эм. Мужского поведения. Эм. Ладно. Такого, отдельного какого-то, вот. Эм. Идеала мужского поведения. Эм. Это. Есть, на самом деле индивидуальная работа. по поиску, как бы, ну, по поиску того самого, той самой модели, которая подошла бы вам больше. Вот. Понимаете, понимаете, какая штука. И вы сами можете найти и определить, какая это модель поведения для вас, какая модель поведения подойдет вам больше. Вот. Понимаете. То есть, мне кажется, что здесь вот такой аспект обязательно нужно учитывать. В целом, взрослость определяет ответственность. Ответственность. В этом несении ответственности, в первую очередь, для себя. Вот. Эмоциональная и психологическая независимость от кого-либо. Вот это взрослость. То есть, вы зависимы от родителей, вы зависимы сейчас от девочек, потому что она, по вашим словам, стала для вас единственным, единственным другом. Соответственно, до тех пор, пока вы зависимы от того или иного человека, вы, вряд ли, можете быть взрослым. И мужчиной в узком смысле этого слова. Ну и в глобальном, наверное, тоже. Хотя, в глобальном смысле, вы и так мужчина. То есть, вас, как бы, этого никто не отнимет, да. Вот. Вот так вот, в принципе, я могу ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Я надеюсь, что вы получите какую-то пищу для размышления. Вот. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!